здравствуйте друзья у нас сегодня замечательные вопросы и перед тем как мы начнем на него отвечать я хочу сказать что ребята стартовал набор в наш пг марафон версии 2.0 обязательно отправляйте заявку для участия ссылка как это сделать будет под видео поехали разбираться с вопросом от марии кириленко алексей я не могу до конца разобраться что мне выбрать палео или кита видела ваше видео о том и о другом на канале но до сих пор не приняла окончательное решение что делать прекрасный вопрос мария поехали разбираться понимаете какая штука когда вы выбираете свою диету вы не выбираете и и да как например вы приходите в магазин я буду вот в этой паре обуви ходите следующие например полгода и даже когда вы выбираете пару обуви все равно и примеряете вы пробуете одну вы пробуете другую вы пробуете 3 вы пробуете все виды питания которые могут называться абсолютно по разному в этом случае она не за это полива называется кита в моем случае вы же знаете я практикую периодическое голодание вместе с палео диеты вместе с палео питанием это нельзя назвать диетой потому что диета для меня это какое-то ограничение которое заставляет меня чувствовать себя неполноценным для меня диета это ограничение которое все равно длится определенный промежуток времени а затем вы срываетесь либо вы забиваете фиг на это все и продолжаете кушать так как вам нравится и именно это является ключом в моем выборе во-первых типа питания а во-вторых и пг в целом ребята перейдите когда образ жизни когда ты имеешь колоссальную продуктивность здоровье когда ты не болеешь когда ты не привязан к еде к тарелке к этой к этим судочкам это вообще отдельная история когда в выборе своего питания который сверху да вы добавляете на своего периодического голодания либо даже если вы не делаете пг ради бога это абсолютно ваша правда когда вы выбираете ваше питание я считаю вы должны корректировать его соответственно палео диета это тот выбор который делаю я почему потому что в этом случае я чувствую себя классно я чувствую себя полноценно я не чувствую что я нахожусь в каком-то жестком ограничении я люблю углеводы я безумно люблю если вы думаете что мне так легко дается отказ от каких-то тортов или чего вы очень ошибаетесь ребята для меня в первую до в первые наверное полгода чистоты моего питания после того как я перешел с говномассы из 97 килограмм уходил вниз на ты отметку где я сейчас нахожусь это 77 76 чистых и при этом я сильнее практически в два раза имея вес своего тела на 20 килограмм ниже при условии что обычно при переходе в более низкую весовую категорию вы становитесь слабее нифига подобного когда ты это делаешь натурально когда ты это делаешь путем перехода изменения своего питания очистки своей диеты избавление от лишнего сала жира то и количество мышц никуда не девается она только растет ты становишься сильнее вынослив но сейчас не об этом сейчас мы говорим о том что при выборе палео диеты я чувствую себя прекрасно я не чувствую что мне нужно где-то добавлять каких-то тортов или мне нужно еще чего-то я прохожу легко мимо потому что я всегда знаю что в конце дня меня ждет не просто какой-то вонючий десерт который ты съедаешь получаешь моментальное удовольствие а потом коришь себя за то что 100 грамм 500 600 калорий то что делаю я я выбираю продукты такие как клубника такие как яблоки такие как груши даже виноград даже любые цитрусы 40 50 60 70 калорий в лучшем случае до большая часть из них из-за углеводов но в этом нет проблемы я съедаю килограмм яблок и получают 400 калорий ты съедаешь 100 грамм торта но никто останавливаться ведь не собирается на 100 грамм торта ведь правда и ты получаешь те же 400 калорий и по итогу ты съедаешь грамм 300 400 торта с лишних тысяча сверху на и куда их девать непонятно что с ними делать и все уходит зажор а когда ты знаешь килограмм яблок во первых ты его не съешь во вторых ты получаешь массу удовольствия и на яблоках не сводится один выбор вы можете выбирать любые фрукты тоже полезно эти витамины этот вкус сезонность фрукты и разные ягоды которые вам доступны весной зимой летом хурма когда приходит сезон божий но это же просто потрясающе и это продукты которые все проходят по рамкам палео потому что вы чувствуете себя полноценно вы чувствуете себя не упускающим абсолютно ничего что вам дает природа вы кушаете мясо вы кушаете какие-то гарниры я например гарниры не меняем салаты которые более чем меня устраивают я например могу себе позволить запечь картофель абсолютно я не ограничен этом вы же знаете я и готовлю показываю рецепты где я и могу использовать например даже пасту твердых сортов пшеницы которые используют я показывал кажется рецепт супчика на канале и в моих пг марафонах которые я провожу я постоянно готовлю я показываю буквально через день у нас рецепты новые я показываю какие продукты я использую что я делаю в этих марафонах ребята вы можете кстати узнать по ссылке здесь посмотрев видео где я рассказываю детально что и как у нас происходит наших закрытых марафонах нужно это такой закрытый клуб который есть доступ только у тех ребят которые участвуют но сейчас не об том что продукт должны приносить вам удовольствие и здоровье и пользу в этом случае пета будет прекрасным выборомめて это вообще показывал всем ребятам которые только уходят от углеводов только уходят от грязного питания потому что пета это прям супер крутой инструмент для увеличения инсулинорезистентности это потрясающий инструмент для людей у которых есть диабет и первого второго при диабетные ожирение для людей которые должны подороть инсулинорезистентность людей которые просто они могут справиться с вот этим некачественным и запойным состоянием переедания. Кето это обалденный инструмент, но будучи на кето, я не чувствую, что я удовлетворен полностью по жизни, я не чувствую, что я получаю все минералы, витамины, приходится их принимать извне. Кето это обалденный инструмент, и очень много ребят, которых я знаю лично, прекрасно работают на кето, прекрасно себя чувствуют, и просто молодцы, и я безумно за них рад. Мой выбор, вы уже знаете, что является моим выбором. К чему я склоняю людей? Абсолютно ни к чему. Я делюсь своим опытом в палео, и делюсь своей продуктивностью, жизнерадостностью, своим здоровьем с людьми, и также я и говорю, что кето тоже это прекрасно. Поэтому вы делаете выбор свой, попробовав то, попробовав другое, и если вы, например, считаете, что вам слишком много углеводов в палео, вы можете их уменьшить, без проблем, хотя и углеводов у нас не слишком много, 50, 60, 70, окей, 40 иногда, это немного, по меркам кето это слишком много. У нас в кето-диете в разы 10, 15, 20 грамм углей, это уже не кето, это даже уже LCHF, да, это высокожирное, низкоуглеводное питание, это тоже отдельная история, и это тоже офигенная штука, ребята, просто сказ. Я советую попробовать вам чистейшее кето, затем попробовать LCHF, а затем попробовать палео и сделать свой выбор, потому что за вас никто его не сделает, потому что за вас никто не пройдет этот путь. Самое важное, это ваше отношение к миру, ваше самочувствие, то, как вы все видите и как вы себя ощущаете во время первого, второго или третьего типа питания. Вы можете даже создать нечто свое особенное, свой гибрид, но для того, чтобы понять, вам нужно пробовать и вам нужно пользоваться своим опытом. Вы можете слушать меня сколько угодно, вы можете слушать других ребят сколько угодно, но за вас этот опыт никто не получит. Спасибо вам огромное за ваш замечательный вопрос, ребята. Как всегда, ваши прекрасные вопросы пишите внизу, обязательно подписывайтесь на канал, вот здесь кнопка, ставьте лайк этому видео, нажимайте звоночек, чтобы не пропускать трансляции. Ребята, а мы с вами встретимся уже завтра, и мы двигаемся только вперед! Продолжение следует...